Кадры курорту 29-е по счету ярмарка вакансий с начала года. За это время работу, благодаря подобным, кстати, ежемесячным мероприятиям нашли как сами сочинцы, так и иногородние соискатели. В целом, в базе данных Центра занятости еще порядка 5000 вакансий на 900 официально зарегистрированных безработных. В целом, уровень безработицы на сегодняшний день составляет 0,3%. Сегодня же Центр занятости организовал ярмарку тематическую. Работа для тех людей, которые ищут на данный момент себе работу от горничных, рабочих зеленого хозяйства, менеджеров. С начала года наш Центр занятости уже посетило порядка 6000 граждан. Нашли работу, благодаря нашим специалистам, 3000 людей. Нетрудоустроенные граждане с помощью ярмарок вакансий рассчитывают обрести официальную работу с белым окладом. Как известно, сотни работодателей сегодня трудятся в условиях серой схемы трудовых отношений, тем самым лишая работников будущих пенсий. В случае с деятельностью в теневом секторе ведется активная борьба. Сегодня же в числе прочих официальную занятость на ярмарке вакансий кадры курортов предлагал и санаторий Магадан. Нам нужны повара, нам нужны кухонные рабочие, нам нужен главный бухгалтер, нам нужен главный инженер. Центр занятости нам в этом очень здорово помогает. Люди, которые отсюда приходят, они получают то, что куда не шли. И соответствующие все социальные блага, все пенсионные отчисления, то есть это все идет у нас прозрачно. Скорее всего, на вакансию повара в этом санатории будет претендовать и Евпаторийка Валентина Мунькина. Переехав в любимый Сочи на постоянное место жительства, пенсионерка планирует подрабатывать. Я 16 лет прожила в Испании, возвращаясь на плодная дочь, на родную землю. Поэтому я уже испанцам всем говорю, Испания никак Сочи догнать не может. А работу я обязательно найду, я даже в этом не сомневаюсь. Я как трудоголик, просто дома сидеть не могу, энергии еще очень много, еще фуру там всем молодым. И если я устроюсь где-то еще и в столовой буду вкусное блюдо готовить, наверное, будет тоже хорошо. На каждой ярмарке вакансий сотрудники Центра занятости консультируются искатели и по программам профобучения. А следующая крупная ярмарка вакансий – планета ресурсов. Запланирована она на сентябрь и посвящена будет подросткам, желающим подзаработать.